На три дня парк Красная Пресня превратился в островок Индонезии и собрал более 100 тысяч посетителей. Здесь происходит знакомство с национальной кухней, модой, традициями и культурой азиатской страны. Маленьких и взрослых зрителей притягивает театр теней Ваянг Кулит, представление которого сопровождает традиционный индонезийский оркестр Гамелан. Главные персонажи спектакля – плоские куклы, вырезанные из буйволинной кожи. Сцена – простыня, на которую падают тени от персонажей, а с другой стороны сидит Даланг – кукловод-рассказчик и музыканты. Во время представления можно находиться как с одной стороны экрана и смотреть игру теней, так и с обратной стороны. Короли, королевы, злые духи, змей и птицы оживают на глазах у зрителей. Театр теней для меня – это новое, поэтому все новое привлекает, так как пытаешься что-то познать новое. Культура Индонезии – она большая, обширная, и чтобы все понять и достичь чего-то, надо, наверное, внихнуть более глубоко. Филипп и Катарина Терентьевы решили с головой окунуться в культуру Индонезии. Они сыграли свадьбу по всем традициям азиатской страны и получили массу впечатлений. Лично для меня это очередное, так сказать, подтверждение нашей большой любви, потому что это уже, грубо говоря, наша третья свадьба. У нас была сначала роспись, потом мы венчались, и вот сейчас по индонезийским традициям решили сделать церемонию. Все эти обряды с дыней и так далее – это все было необычно для нас. Вся церемония в целом, я прям почувствовал, как будто мы на самом деле находимся на Бали, и как будто на берегу океана все это происходит. Посетители фестиваля узнали больше об индонезийском боевом искусстве пинчак-силат. Одни наблюдали за работой мастеров, другие принимали участие в практических занятиях. Изюминкой боевого искусства Индонезии пинчак-силат являются все-таки ноги. Здесь мы больше работаем ногами. Давайте мы продемонстрируем сейчас. На подсечке, подкаты, ножницы делается основной упор. Обосновано это тем, что если человек движется на вас с оружием, то выгоднее сбить его с ног. Пинчак-силат объединяет более 800 стилей, распространенных на островах индонезийского архипелага. В России боевое искусство с 2003 года есть чемпионы мира и Европы. Приезжал к нам от посольства Индонезии в 2003 году и такой ныне уже покойный учитель Эдди Суманта. Он и представлял этот стиль. Это в Индонезии самый распространенный стиль. Мы оттуда и берем устойки. Ни один фестиваль не обходится без базара. Ткани, сувениры, фрукты, кофе, украшения. Представлены даже медицинское оборудование и предметы домашнего интерьера. Эти лампы изготовлены из природных материалов – бамбука, красного дерева, ракушек, листьев орхидейного дерева. Это лучший продукт нашей страны. Все сделано своими руками из натуральных материалов Индонезии. Сейчас мы экспортируем их в Европу и другие страны. Надеемся, что россияне оценят наш продукт и он им понравится. Этот раритетный велосипед – дар индонезийцев Московскому музею Востока. Ему около 100 лет. И что самое интересное, на таких железных красавцах в Индонезии катаются и по сей день. Велосипед – самый распространенный вид транспорта в Индонезии. На нем предпочитают передвигаться все от мала до велика. Туристам также предлагают туры на велосипедах. На них можно объехать не один остров. Для посетителей фестиваля открылись музейные тайны азиатской страны. Музыкальные инструменты, театральные куклы, деревянные скульптуры мифических персонажей и женщин. Оно популярно, потому что производит очень сложное, потому что это все ручная работа. На индонезском искусстве самое важное, самое главное – это зенсина. Поэтому на индонезском искусстве это многое показывает только про зенсину. Для маленьких гостей фестиваля открыта Индонезия для детей. Здесь они рисуют, лепят слонов, храмы, мастерят зонты и цветы. Трехдневный праздник для москвичей и гостей столицы организован по инициативе посольства Индонезии в России при поддержке правительства Москвы, чтобы люди больше узнали о стране 17 тысяч островов. Азиатская страна заинтересована в сотрудничестве с Россией, не только экономическом, но и туристическом. Инна Языхеева, Павел Чуков, Константин Матвеев. Новости Большой Азии.